Всем привет! У меня утро, и вот так вот выглядит мой завтрак. Это блинчики, в тесто я добавила корицу, и внутри у меня здесь рикотта и банан. Ну и, конечно же, чашечку кофе. Сейчас буду что-нибудь смотреть, наверное, на ютюбе. Я тут была на концерте Фрэнка, который был в Москве, и я не снимала, как обычно, там целый отсчёт, но пару фрагментов на телефон я засняла. Я не знаю, как там будет с качеством, честно говоря, после того, как я это всё перекину, но, в общем, ладно, посмотрите пару этих моментов. Впечатления у меня от концерта только положительные, всё было круто, всё было классно, было драйвово, было круто. И Йота Спейс не заполнился полностью, но это было достаточно ожидаемо, потому что у него большой тур по России. Он, по-моему, начал 9 марта, и 29 марта он только закончил в Санкт-Петербурге, и это будет его последняя точка по России. Это очень круто, что исполнители стали делать целые туры, даже ездить не только в два города или в большую тройку, да, то есть Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, но и ещё многие-многие города. Да, это суперкруто. Вот, как мне кажется, на этом концерте, в отличие от первого шоу Москвы, на котором я тоже была, влог на него я могу оставить внизу, в описании, Фрэнк стал лучше контактировать с публикой, больше начал понимать, что как и делать, и вести себя как фронтмена, то есть было больше и зрительного контакта, и также он что-то уже говорил, потому что на первом концерте этого было не так много, он, мне кажется, всё ещё оставался ритм-гитаристом, который периодически что-то подпевает, вот, но сейчас он, мне кажется, уже действительно устаканился в роли фронтмена, вот, мне нравится его и первый альбом, и второй альбом, вот, так что я была, честно говоря, в восторге, всё было круто, и у него на концертах я всегда ощущаю, как будто это выступает мой друг, потому что, я не знаю, он излучает такую приятную, дружественную и солнечную энергию, что, блин, по-другому, мне кажется, быть и не может, вот, так что, вот, последний раз мы с Фрэнком виделись в Нью-Джерси, когда я была на его акустическом шоу, и это была моя мечта, потому что побывать на шоу Фрэнка в Нью-Джерси, где его дом, это просто было за гранью, но так сложились обстоятельства, что я в этот момент, когда он объявил даты этих акустических концертов, было там два днём и вечером, я была там в Нью-Йорке, и мне было всего где-то полтора часа ехать, я, естественно, пошла, это была феерия, конечно, там удалось мне с ним и сфотографироваться, он подписал мне доллары, которые я благополучно потеряла, но ладно, забудем об этом, и уже тогда он сказал, что собирается приехать в Россию, так что вот, не прошло и годы, и он действительно приехал, и мы снова встретились с Фрэнком, чему я очень-очень рада, и влог с Нью-Джерси, конечно же, с этого концерта у меня тоже есть, так что чекайте внизу, всё-всё-всё-всё, все ссылки будут, вот. Я решила всё-таки немножко поделиться таким впечатлением о концерте, потому что я знаю, что у меня многие подписчики смотрят, кстати, привет всем, кто меня узнал на концерте, вот, поэтому я решила всё-таки хоть немножко во влоге, но уделить этому внимание. Я тут в конце февраля ездила на праздники в Петербург, если вы следите за мной в Инстаграме, то вы об этом знаете, вот, и помимо того, что мы целыми днями тюлянячили дома, смотрели фильмы и еле-еле-еле-еле-еле, спиялись, еле смотрели фильмы. Мы ещё также съездили на студию и сделали пару крутых кадров, и, честно говоря, у нас просто было, блин, давайте съездим на студию, что-нибудь замутим, какую-нибудь фотосессию, да, давайте-давайте, мы думали-думали, что, и, в принципе, идея как-то так вот случайно зародилась, вот. И сейчас вам покажу, что получилось. Цветы передачи, сразу скажу, здесь отвратительные, всё не такое синюшное, вот, посмотреть в нормальном качестве вы можете у меня в Инстаграме, там всё это будет, и мне так нравятся вот эти вот стразы, которые здесь идут, просто, я не знаю, опять-таки какие-то феи, эльфы, что-то такое волшебное, мне кажется, мне нравится, как получился цвет волос, у меня здесь действительно такой стальной, такие кудри, блин, короче, очень круто. Кстати, красилась, укладывалась я сама, эти блёстки мы купили просто в магазине, всё по 39 рублей и для шитья, то есть вот те, что мелкие фиолетовые, если вам тут будет видно, они всё по 39 рублей, а вот эти вот крупные, средние, это уже были из всё для рукоделия. И, в принципе, ну, это обошлось достаточно в небольшую сумму, и выглядит это очень красиво, клеили мы просто на клей для ресниц, он даже был чёрным, но всё отлично держалось, всё хорошо, так что вот такая вам идейка. Забрала тут посылку с почты, и там у меня была одежда Sheinside, и вот такой вот мне пришёл комбез чёрный, джинсовый, и здесь такие как бы дырки, в общем, всё как надо, всё как нужно. И вначале, когда я его достала, я подумала, что он просто какой-то гигантский вот в этом месте, но, как вы видите, всё-всё нормально и ничего небольшое. Единственный минус здесь, это то, что, ну, немножко вот это бринчит, но это прям совсем, в принципе, при движении особо ничего не слышно, но очень длинные лямки, получается, их нужно будет как-то отрезать, иначе это вот так вот как-то висит, но в остальном очень клёвенький такой, мне нравится. И вторая вещь у посылки был вот такой вот ромпер чёрный с золотыми перьями, такими прозрачными рукавами, он очень клёво выглядит, но я, честно говоря, думала, что будет где-то вот такой вот вырез, и вот длина не будет вот таким как бы минимум, то есть в Москве я точно никуда в этом не могу выйти, это слишком, это скорее такой наряд, наверное, для ибицы, но на ибицу вроде бы я пока не собираюсь, ну, в общем, не знаю, он такой симпатичный, но я, может быть, сделаю хотя бы какие-нибудь фотографии в нём, не знаю, посмотрим, может быть, найдёт он своё тоже применение, напишите, как вам он и куда бы вы его надели, и наделили бы вы его вообще, я, возможно, только вот здесь вот использовала такой скотч, чтобы хотя бы приклеить его, и не случилось никаких казусов с таким уж большим вырезом, в общем, да, но так он очень качественный, клёвый, прям не могу, мне нравится, так что, да, оставлю вам на него и на комбинезон ссылку, вот, внизу в описании, как обычно. Я сейчас пришла в Синков 99, это кафе, ресторан, начали с мидравльской кухней, Синков, это вообще такая улица в Тель-Авиве, вот, я здесь ела шапшуку, но я не успела вам её объяснять, я была очень голодная, вот, и у меня здесь осталась ещё капучино, и вот такая вот печенька, уж и обманут, потому что сейчас праздник кури, и на него, ну, не знаю, есть печенька, потому что там ещё много чего, но, как мне рассказывают, вот, я надеюсь, что меня вообще не слышат, а потому что здесь все, все нормально. Кстати, вообще, Пуриум, это очень весёлый праздник, не знаю, каковы точно его истоки, у меня с этим всегда плохо, но сейчас в Израиле это можно сказать как Хэллоуин, потому что все наряжаются в различные наряды, это может быть всё, что угодно, и что-то милое, так, и те же самые зомби, они выходят на улицы, и там различные гуляния, я помню, я как раз, получается, в это же время была в прошлом году в Израиле, вот, но тогда Пуриум выпадал не на эти дни, но там везде были открыты магазины, где можно было выбрать себе всякие наряды и так далее, в общем, это такой веселый праздник. Приехала в Авиапарк, потому что хочу зайти в Даблби и купить там зёрна для моей эспрессо-машины, вот, решила теперь ответить в Даблби, я пока пробую в разных кофейнях, а потом выберу, где мне больше нравится, ну, конечно, буду ещё периодически покупать, что-то новенькое, вчера объездила, кофейни, ротари нигде не было, то вообще временно не продают, то не было того, что нужно, в общем, я надеюсь, сегодня мне повезёт. Как вам такие странные очки? Вообще полностью прозрачные, даже без оправд? Это в Тренд-Айленде, тут, в общем, какие-то такие очки разные есть, но я на самом деле уже давным-давно не покупаю очки непонятных, так сказать, бренда с плохими линзами, хотя не знаю, какие они здесь, не самые, наверное, возможно, плохие, где-то 2-3,5 тысячи цена, но в последнее время покупаю только марочные очки с хорошими линзами, потому что иначе у меня выстоят глаза, фильтры плохо помогают от солнца, скажем, и всё в этом духе, так что очки я обычно вкладываю. Вообще весь этот Тренд-Айленд, это такая прикольная штука, где соблены много разных марок, дизайнеров, в большинстве своём они вроде бы все российские, и здесь много всего интересного, но когда я говорю дизайнерски, это не значит, что это прям от ка-чур, здесь вполне могут быть цены типа 3-4 тысячи, ну, не H&M, но что-нибудь прикольное здесь найти можно всегда. Смотреть мне понравилась вот такая вот сумка, для меня на самом деле необычно, что она с такими ручками короткими, то есть её прям так вот нужно носить, вот, единственное, здесь отдельно идёт помпон, это из меха-лисы, так что как бы извините, до свидания, нет, а сама сумка без него стоит в принципе 3,890, достаточно адекватная цена, при том, что здесь всё достаточно качественно сделано, а помпон, если интересно, 250, вот они тут разных цветов, такая, в общем, симпатичная, и она также, как я понимаю, ещё в коричневом, чёрном, и вот, собственно, сером свете, но это вот, вот это вот скорее моё. Однако, вот я нашла, тут в комплекте также идёт вот такой вот ремешок, так что можно через плечо, как я люблю, но это, конечно, не с таким луком, всё, не знаю, в общем, блин, прикольная, но не в этом месяце, у меня в этом месяце много трасс, потому что я поеду опять в Питер, там день рождения, был день рождения моей мамы, короче, не в этом месяце покупки точно. Я взяла смесь эспрессо Дабл Бина, которые они, собственно, сейчас и готовят кофе, здесь Бразилия и две Эфиопии. Вот, 1150 стоит вот такая вот упаковочка, подороже, чем что я брала в Скуратове, в Сёрфе, в Ростере, но посмотрим, как по вкусу. Кстати, в Дабл Би, при покупке зерна, получаешься, и такой подарок я взяла себе шоколадный раф, и это просто какао с кофе, это, знаете, когда не можешь решить какао или кофе, кофе или какао. Законайте, мне понравилось. 5 минут поиска на Алиэкспрессе я нашла сумку, которую я видела в авиапарке, только здесь она стоит не 4 тысячи, а 544 рубля, но здесь это не натуральная кожа, а там была натуральная кожа. В принципе, я нашла из натуральной кожи, и это стоит вот так вот, тут есть большой размер, он стоит 3 тысячи, и если маленький, да, то вот он как раз 2,836, все равно получается дешевле, ну, правда, вот без бумбушечки, которая там была, но тем не менее, вариант такой есть, на самом деле, там просто было написано, что сделано в Корее, и я решила, хм, а не глянут ли ко мне на Алиэкспрессе все это дело, так что, да, не забывайте иногда посмотреть на Алиэкспрессе. Ну что, я думаю, можно закончить влог, в принципе, ничего такого экстра не происходило, обычный влог, с обычным вообще самым простым монтажом получился, вот, но я надеюсь, что он вам понравился, вы постоянно меня просите снимать влоги, ну вот, я периодически что-то снимаю, и что-то такое получается, вот, я всех люблю, целую, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok